Я подготовила сравнительный анализ французского языка во Франции и Канаде. В моей работе рассматриваются отличительные черты франко-пибекского диалекта от нормированного французского языка на основе видеоматериалов открытой речи французов и канадцев. Целью моей работы было раскрыть богатство французского языка за пределами Франции и доказать важность подробного изучения его диалектов студентами-переводчиками. Как правило, студенты изучают французский язык Франции, основанный на Парижском Патуаре. Однако в странах Европы, Африки и Северной Америки живет множество народов, говорящих на французских диалектах, отличных по своей лексической, фонетической и грамматической структуре от традиционного варианта французского. И это вызывает у студентов определенные затруднения при общении с носителями языка, а также при переводе текстов художественной литературы и публикации СМИ францоговорящих стран. Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью изучать все разновидности языка, поскольку язык по своей природе динамичен, как мы знаем, подвержен влияниям и находится в постоянном развитии. Это обязательно нужно учитывать в работе переводчика. Итак, но прежде чем погружаться в исследования отличительных чарств, правда, фигарского диалекта от стандартного французского языка, следует провести исторический экскурс по развитию французского языка и его распространению по всему миру. Диана, на секундочку пауза. Чуть поближе к микрофону, пожалуйста, погромче. Хорошо. До середины 20 века французский язык являлся лингво-франко, то есть основным языком в области мировой политики, дипломатии, экономики и культуры. Такое глобальное господство, подкрепленное популярностью французского в Европе и колониальными владениями францами до 60-х годов 20 века, распространило этот язык на пять континентов, тем самым подчеркивая его чрезвычайную функциональность. Французский язык за пределами Франции претерпел ряд изменений и приобрел некоторые особенности, приспосабливаясь к местным условиям. Самыми распространенными диалектами французского языка за пределами Франции являются французский, африканский, швейцарский и бельгийский. Первым поселением франко-говорящих людей за пределами Европы была Новая Франция в Восточной Канаде в XVII веке, где сейчас французский язык признан официальным языком и распространен франко-квибекский диалект. На нем говорит около 7 миллионов человек. Речевые нормы квибекского диалекта считаются официальными на федеральном уровне канадского правительства и применяются в столичном регионе. А также на них равняются франко-ангарийцы, это вторая по численности франко-говорящая группа населения, также некоторые жители остальных провинций, несмотря на то, что там существуют свои французские диалекты. Современный франко-канадский диалект сформировался под влиянием многих исторических, социальных, лингвистических и лингвокультурологических процессов. Итак, приступим непосредственно к анализу. Рассмотрим для начала основные отличительные особенности фонетики франко-канадского диалекта на основе видеоматериала живой речи франкоговорящих канадцев и французов, взятых с канала Bingo на платформе YouTube. Я сначала включу видео, я надеюсь, оно будет слышно, в котором приведены примеры слов, точнее даже предложений, в которых слышны, особенно слышны фонетические особенности франко-канадского диалекта, особенности произношения звуков французских привычных. Bonjour, moi c'est Miguel. Juste en haut ici. Tes yeux, j'en rêve, l'anime. C'est une maladie. C'est animateur de mariage. Надеюсь, было слышно. Да, нет. Ну да, там была такая нарезка небольшая, да? Да, да, но надеюсь, было слышно, что-то. Ага. Я сделала определенную таблицу, чтобы была понятнее разница между стандартными французскими фонемами и их вариантом произнесения в франко-канадском диалекте. Итак, основываясь на этом видео, этой таблице, можно сделать определенные выводы. В французском диалекте различают больше фонем, чем в классическом французском языке. Ему присущает диктингизация гласных под ударением, то есть появляется больше призвуков. И также переход взрывных согласных и цэ в африкаты цэ и цэ. А также наблюдается заимствование звуков из нормандского языка. То есть вместо привычного нам «жи», мы слышим «ж». Также ярко выражены хронические использования. Это уже следующий видеопример. Я не знаю, что делать, что делать. В этом видео девушка рассказывает о самых популярных сокращениях, которые используют практически все канадцы в французском языке. Диана, погромче, Диана, погромче. Хорошо, я стараюсь. Потому что видео последнее особенно было хорошо, прям слышно. Так, хорошо. Так, следующим фактом будет являться, что франко-канадцы – это северный народ, поэтому они говорят медленнее, чем французы, и меньше жестикулируют. А также, поскольку по соседству с Канадой находятся Соединенные Штаты Америки, пебекский и французский подвергся сильному влиянию английского языка. Тональность речи с кожей с английской, многие звуки могут произноситься в английский манер, из-за обилия французского речи. Таким образом, можно сделать вывод, что франко-канадцы речи стремятся в беглости. Многие звуки опускаются или произносятся на английский манер. Итак, дальше рассмотрим грамматику. Следует отметить, что на письме грамматические и орфографические различия между нормированным французским языком и франко-канадским диалектом, за исключением особых синтаксических форм, считают ошибочным кандидским правописанием правила. Официально в Канаде признана только грамматика классического французского языка. Однако в живой разговорной речи часто можно встретить уникальные грамматические особенности, присущие только к вебексскому диалекту. Итак, я взяла за основу Панал Саван-Стопар. И сейчас мы посмотрим в видео. Первые особенности. Здесь было представлено слияние предлогов и артиклей в личной переписке. Это также выражается и на фанатике. Как правило, это предлог «сюр» и «там», и определенные артикли. Так, дальше. Особый интерес от грамматики франко-пебекского диалекта составляет систему места имени. Итак, послушаем. Вместо «ну», привычного нам «мы», употребляется безличное местоимение «он». Местоимение «ву», то есть вы реже употребляется в значении вежливого обращения к одному человеку. И обычно говорят «ты», то есть здесь тоже прослеживается влияние английского языка. Также популярно употребление «нузотвэ», как говорила девушка, то есть «мы» в значении «мы без тебя». И «ву зотвэ», как обращение к нескольким людям. А также «эзотвэ», в значении «они», «другие». Также местоимение «иль», «он», «илюи», «ему», «его», «ей», заменяется на «и», а местоимение «эль», «она», на «а». Примечательно, что «а» в значении «она» может опускаться или употребляться с глаголом «эдра». Сейчас это все проведет в примере тех же. Плеу-tu? Се-ту-ла? Се-ту-мои-ки-деве-портер-la-би-ер? Е-е-ту-мор? Е-е-ту-вену? Е-е-те-ту-бо? Та-те-фаин? Плеу-tu? Плеу-ту? И вообще разговорная франко-тубекская речь, как правило, полна очень многих частиц и, так сказать, паразитных выражений. Таким образом, можно утверждать, что на письме франко-тубекском диалекте сохраняются все грамматические правила французского языка. Однако в разговорной речи часто употребление искаженных грамматических конструкций. Прейдем теперь к лексике. Лексика франко-тубекского диалекта неоднородна. В ней присутствуют не только лексические единицы словарного фонда французского языка Франции, составляющие основную часть франко-канадской лексики, но и кубекцизм, представленный на слайде, и французские архаизмы, и также англицизм, о которых я уже говорила, то есть заимствование за английский язык. Кубекцизм в основном относится сельскохозяйственную или сопромышленную лексику, а также лексику, связанную с природными особенностями канадского региона, произожидшую от индейских или английских слов, для которых в стандартном французском для них существовали свои термины, но ввиду их редкой употребительности или учености кубекские поселенцы их не знали. Например, тюки, ввязанная зимней шапкой, или оруниан, лось, можно утверждать, что кубекцизм относится к профессиональной все-таки, бытовой или терминологической лексике, и ее используют люди старшего поколения в узких кругах. Далее перейдем к архаизму. К архаизмам относят устаревшие французские слова. Следует отметить, что архаизмам получили широкое распространение в французском диалекте из-за его территориальной удаленности от материнского языка. Итак, просмотрим видео. Здесь девушка будет задавать вопросы, в Франции, кстати говоря, и они ее не понимают, это очень важно. И использует свои речи архаизм. Я выделила эти архаизмы, а также их французские преуваленты. Ну, естественно, распространяем. Итак, дальше перейдем к англицизму. К англицизму относятся заимствования за английского языка, что примечательно, чрезмерное употребление англицизма в речи является одной из причин стегматизации французского языка в Канаде. В последние десятилетия во Франции все чаще и чаще используют новые англицизмы, которым не удается прижиться в франк-экудепском диалекте, что кажется странным. Например, «парки» во Франции и «стагиуман в Квебеке», что означает «парковка». Или, например, «выходные» во Франции в Итян и в Канаде «фангусмен». Это связано с тем, что в Квебеке англицизмы являются постепенным результатом двух с половиной веков жизни с англоговорящими соседями, то есть с Америкой. А в Европе англицизмы появились гораздо позже и являются результатом растущего международного доминирующего положения американского английского языка. Так, в данном видео приведены англицизмы… «Видео прекрасно проиграло, поэтому все нормально, продолжайте». Хорошо, спасибо. Так, вот выделены англицизмы из этого видео. Они очень часто используются в речи. Таким образом, трудностью к пониманию франко-квебекской речи послужит обилие уникальной лексики и выражений, присущих только данным регионам. Итак, в заключении хотелось бы сказать, что проанализировав открытые видеоматериалы живой речи францоговорящих канадцев, можно прийти к выводу, что франко-канадский диалект значительно отличается от нормированного французского языка. Несмотря на то, что на письме канадцы придерживаются грамматических и лексических форм стандартного французского языка Франции, в устной речи они их опускают и заменяют на более простые конструкции. В разговорной речи преобладают англицизмы, уникальные лексические единицы, то есть ковикцизмы, наравне с которыми также потребляется и архаичная французская лексика. И отдельно хочется отметить франко-квебекское произношение привычных французских звуков. То есть сами французы с трудом понимают речь франко-говорящих канадцев. И это лишь доказывает, как тяжело придется студенту, изучающему французский язык, столкнувшись с франко-канадским диалектом, стараться понять его источность и передать на родной язык. В таком случае необходимо использование специализированного франко-квебекского словаря. Так, и многообразие лексических особенностей выбранного мной диалекта показывает, насколько богат французский язык и запределный Франции. Dear participants, my report is in English. I'm going to speak about British national dishes in modern English literature. There is no doubt that food is part of human culture and society. It is known that the fetus of national cuisine are a reflection of those traditions that have been existing from mentioned times for the present. The concept of food is common in many aspects of human life, in the language, traditions, customs and art. Literature, as part of culture, also shows this concept. A lot of authors of the 18th-19th centuries use names of food and dishes in their literary texts. However, the first mention of traditional foods and drinks can be found in the chronicle of 11th-12th centuries. I would like to consider a series of novels, Harry Potters, by British writer John Rowling. It is one of the most famous symbols of English literature, in which we can see English national food traditions. In Harry Potters and the Chamber of Secrets, the Dusleys were preparing to meet important guests, and on this occasion, the aunt baked a pudding. Harry moved gladly into the shade of the gleaming kitchen. On top of the fridge stood tonight's pudding, a huge amount of whipped cream and sugared violets. It is believed that the history of plum pudding dates back to the 18th century. However, there is some information that it was known in the 15th century. In 1664, pudding was prohibited by fewer returns as a goldless product. But in 1774, it was revived by King John I's decree. Plum pudding is a traditional British dish. The British cook it for Christmas. Yogshare pudding is one of Harry Potter's favorite dishes, which is often mentioned in the books about the wizard boy. However, Yogshare pudding is not a dessert at all. It is made of flour, milk and eggs mixed together. It is baked in an oven and usually sold with roast beef, mutton or pork. There is a rather symbolic entertainment of the British associated with this pudding, the so-called black pudding throwing. This event is traditionally held in Irish pubs. Black pudding is a thick sausage made of pig's meat and blood, traditionally sliced and fried. The meaning of the competition is to try to knock down a large number of Yorkshire puddings. Puddings installed on a platform six meters above the pub, throwing pieces of black puddings at them. You have three attempts to do it. According to some researchers, this entertainment has real historical roots. Now you see how it is in reality. Local legends claim the tradition dates back to the War of the Roses and the confrontation of two royal families, the House of the Lancasters and the House of the Yorks. According to the legend, both armies exhausted all their ammunition and began throwing food at each other. Christmas pudding is an English tradition. The British begin cooking it a month before Christmas, that is, on the 25th of November. This day is called Starrop Sunday. The British knead the pudding dough in large copper bullies. The pudding was once made from 13 ingredients that symbolized Christ and His disciples. British people had to knead the dough strictly with the movement from the east to the west, in the direction in which the Magi came to the baby Jesus. Now they add candied fruits, nuts, dried berries and fruits, nutmeg, cinnamon and zest to the pudding. There is a tradition when each member of the family stirs the pudding dough and makes a wish. Christmas pudding is usually baked, then soaked in rum or brandy and left until Christmas. There was a tradition when a lot of families put symbolic objects, a coin, a thimble, a ring or a button into the pudding. Each of these objects had its own symbolic meaning. For example, a coin was the symbol of prosperous life. A thimble meant unmarried life, a ring meant married life and a button was the symbol of a patchless life. Besides pudding, there were many more dishes in the Harry Potter books. Harry's mouth fell open. The dishes in front of him were now piled with food. He had never seen so many things he liked to eat on one table. Roast beef, roast chicken, pork chops, and lamb chops, sausages, bacon and steak. Steak, boiled potatoes, roast potatoes, fries, yorkshire pudding, peas, carrots, gravy, ketchup. And for some strange reason, peppermint hamburgs. Peppermint hamburgs are peppermint-flavored mugled candy, often eaten in winter, given the fact that many people get colds. They have a distinctive black-and-white stripe pattern on them. During the welcoming feast at Hogwarts in 1991, a bowl of mint hamburgs was part of the main cause. Steak and kidney pie is made in thick gravy topped with pastry and baked in an oven. It is quite often mentioned on the pages of the books. It was dinner time. Harry had just finished telling Ron what had happened when he'd left the grounds with Professor McGonagall. Ron had a piece of steak and kidney pie halfway to his mouth, but he'd forgotten all about it. And finally, desserts play an important role in John Rawlings' works of literature. A moment later, the desserts appeared. Blocks of ice cream in every flavor you could think of. Apple pies, trickle tarts, chocolate eclipses, engine donuts, trifles, strawberries, j-lo, rice pudding. As Harry helped himself to trickle tarts, the talk turned to their families. Trifle is a sweet food made from cake, covered with fruit, jelly, custard and sometimes cream. Trickle tarts is a traditional English dessert made predominantly of short-cross pastry and golden syrup. The tart is normally soft hot with a dollop of whipped cream. It can also be soft with ordinary cream, custard or yogurt. Trickle tarts can also be soft cold. It is a favorite dessert in the visiting world and also a personal favorite of Harry Potter, who like it so much. Chili is a dessert made with sweet and gelatin. It was solved at both the welcoming feast of 1991 and 1996. Thus, description of food in books allows us to know the importance of food as a component of national culture. Здравствуйте, меня зовут Катя и моя коллега Маша. Сегодня мы вам презентуем доклад про анализ перевода статей о музыке с английского языка на русский. На уроках технологии нам предоставилась возможность больше узнать об изнанке перевода, о теории переводоведения. И одними из множеств используемых методик оказались модели перевода и типы преобразований, которые заинтересовали нас делать этот проект. Еще в прошлом году наши внимания особенно привлекли своей самобытностью и интересным языком статьи из музыкальной индустрии. Поэтому мы решили искать в них примеры использования теории. Таким образом, целью нашего исследования стало на примерах изучить модели перевода и типы преобразований. Перед тем, как начать исследование, мы поставили перед собой несколько задач. Проанализировать способы перевода, изучить модели перевода, найти примеры в статьях на английском с переводом на русский и перевести музыкальные статьи, используя полученные в ходе исследования знания. Да, изучая материалы по теме, мы нашли определение модели перевода. Модель перевода — это условное описание ряда мыслительных операций, выполняя которые переводчик может перевести текст. И можно выделить две основные модели перевода — это ситуативно-денантативная и трансформационная. Я начну с ситуативно-денантативной модели. Эта модель перевода базируется на факте, что содержание всех языковых знаков отражает какие-то предметы, явления или отношения к нереальной действительности. Эти предметы, отражаемые в языковых знаках, называются денантатами. Процесс перевода характеризуется двумя этапами. На первом этапе, на этапе восприятия текста оригинала, переводчик анализирует значения языковых знаков и их связи и объясняет, какие именно денантаты обозначаются этими знаками и какую ситуацию в действительности составляет совокупность данных денантатов. После того, как сформирована представление описываемой в оригинале ситуации, своего рода картинка, изображающая определенный фрагмент, в действительности переводчик описывает эту ситуацию средствами другого языка. Так, лингвисты Ревзин и Розенцвейк, это разработчики модели, называют этот процесс интерпретацией. В их изложении он выглядит так, собственно, пример, имеется отправитель, это исходный язык, в данном случае А, английский, и адресат, Р, русский, и переводчик П. А отправитель, пользуясь исходным языком, передает сообщение от С1, например, John Wells to School. Переводчик, пользуясь системой языка оригинала, устанавливает соответствие между ситуацией С1 и действительностью, где в действительности School, это место, куда ходят учиться, и, пользуясь системой языка перевода, строит новое сообщение от С2, John Wells to School, о той же самой ситуации. Сообщение от С2 принимается адресатом R, который, пользуясь системой языка перевода, устанавливает соответствие между ситуацией и действительностью. И также второй пример, где, например, если в языке перевода отсутствует языковая единица, обозначающая диодат, переводчик уясняет, какое именно явление описывается при помощи знака исходного языка, и далее он может создать новый знак, например, слово «битник» или использовать описательный подход. И здесь у нас на примере с Instant Coffee, где в действительности это кофе, который быстро заваривается, или Instant можно перевести как моментальный, кофе как кофе. И переводчик, пользуясь, исходя из действительности, передает сообщение, как растворимый кофе. И уяснив ситуацию описанной оригинале, переводчик может обнаружить, что в языке перевода существует лишь один способ описания данной ситуации, как, например, с Fragile, скорее переводят как «осторожное стекло», либо среди нескольких способов вещь общепринятый и наиболее распространенный, например, «Cube of the cross» — это по газонам не ходить. Трансформационная модель перевода рассматривает правила порождения синтактических структур, которым присущи общность лексем и основных логикой синтактических связей. И все синтактические структуры могут быть сведены к элементарным или ядерным структурам. Например, из ядерной структуры John hit Bill может быть образовано целых несколько трансформ. Например, John was hit by Bill, John's hitting Bill, Bill's being hit by John, и другие. Согласно трансформационной теории перевода, процесс перевода строится в три этапа. Первый — на этапе анализа осуществляется трансформация в пределах языка оригинала. На втором этапе, этапе переноса, заменяется ядерная структура исходного языка эквивалентной ей ядерной структурой языка перевода. То есть происходит межязыковая трансформация. И на третьем этапе, на этапе синтеза, ядерная структура языка перевода развертывается в конечную структуру текста перевода. Например, структура she is a poor letter writer не имеет соответствия в русском языке. Трансформируем ее в рамках того же языка, то есть английского. She writes letters poorly. Заменяем ядерную структуру на исходном языке. Ядерной структурой она плохо пишет письма. А затем происходит развертывание этой ядерной структуры в структуру, она не умеет писать письма. Да, существует также четыре основных типа преобразований, принимаемых в процессе перевода. Это перестановка, замена, добавление и опущение. Кратко расскажу о каждом. Перестановка – это изменение порядка следования языковых элементов в тексте перевода по сравнению с текстом подлинника. Внимание переводчика в таких случаях зачастую сосредоточено на соотнесении отношений, темы и ремы. В русском предложении на последнее место обычно становится новое, то есть слова, несущие себе первую, впервые сообщаемую в данном предложении информацию. Например, a suburban train was derailed near London last night на английском предложении, а на русском будут поменены местами начало предложения и конец. И переведено, как «Вчера вечером в Визелонт у нас ушел связь в пригородный поезд». Следующие – это замены. Это самый распространенный и многообразный вид переводческой трансформации. В заменах подтвердяются как грамматические единицы формы слов, части речи, члены предложения и типы синтезической связи, так и целая конструкция. Например, на английском, если мы говорим «he's hard, he lived in London», мы можем перевести, используя замены в грамматическом строе, точнее, в согласовании времен, и сказать, «он сказал, что живет в Лондоне». Дальше добавление – это есть несколько причин, почему они могут использоваться. Одна из них – это формальная невыраженность семантических компонентов словосочетаний в языке оригинала. То есть в процессе перевода учитывается конспект и добавляются различные уместные слова. Например, «gun license» на русский можно с помощью добавления перейти как удостоверение на право ношения оружия. Также опущению подвергаются семантические избыточные слова, то есть выражающие значения, которые могут быть извлечены из текста и без их помощи. Например, «bold and courageous struggle» можно привести как «мужественная борьба», опустив лишнее. Также нам удалось найти интервью солиста группы «Нирвана» Курта Кобейна на английском языке и ее перевод на русский. И в последнем мы нашли пример использования модели перевода и типов преобразования. Собственно, это представленная таблица. В первом столбце мы видим, что первый пример – это трансформационная модель перевода и тип образования – это опущение, так как переводчик здесь сводит структуру к ядерным и передает смысл. На примере вот «certain selfish gratification» как «selfish gratification» по идее «довольствие», и поэтому перевели как «поделенное удовольствие», а «any number of people», что по идее значит «любое число», перевели как «множь людей». Следующий пример – статин-динфинатативной модели перевода, где используется способ «увидел-перевел» и дословно, но с сохранением смысла, передавая функцию текста, где «freed.me» перевели как «дает мне больше времени», то есть с использованием замены. Дальше, следующим, тоже трансформационная модель перевода, где в предложении два смысла. Первое – это то, что «crist keeps everything together» и «crist is an you», и также перевели и в русском языке как «два смысла». Ситуативные модели перевода и тип преобразования, замены, добавления в следующем примере, где тоже переведено по ситуации. В следующих трех примерах тип преобразования – трансформационная, и здесь человек придает смысл с помощью упрощений, а дальше разделяет несколько идей на разные предложения. Мы также рассмотрели музыкальные статьи английских изданий и перевели их самостоятельно. И мы пользовались следующими моделями перевода и типами преобразования. В первом случае мы столкнулись со словом «hiatus», которое хоть и имеет аналог «hiatus» в русском языке, но он все-таки мало знаком широкой публике, поэтому добавлением мы объясняем значение этого динатата, то есть перерыв в работе группы. Во втором случае используется перестановка, где мы ставим однородное определение новое и суперсовременное друг за другом до существительного. В следующем примере мы заменили грамматическую конструкцию принадлежности управлением. И в последнем случае замены используются, так как реалий, которые соответствуют оригиналу, в России нет, потому что «left of center» — это станция от американской компании «Series A3», чьи музыку в целом можно описать как альтернативную, поэтому мы так и сделали в переводе. И проанализировав ситуативно-денотативную трансформационные модели перевода, нам удалось наиболее точно выразить их суть. Достоинством ситуативно-денотативной модели перевода является то, что она дает возможность читателю увидеть особенности описаний в переведенном тексте действительности, даже если в языке нет прямого эквивалента. Что касается трансформационной модели, попытка связать процесс перевода с внутриязыковыми трансформациями дает возможность объяснить факты перевода структур иностранного языка. И для завершающего комментария я приведу слова американского лингвиста Найде, который сравнил переводчика с путешественником, который вместо того, чтобы переправиться на другой берег реки в бурном или глубоком месте, отходит в сторону, вверх или вниз по течению реки, находит безопасное место для переправы и, наконец, обходным путем достигает намеченной точки на другом берегу реки. Это все. Спасибо большое за внимание. Тема данной работы – это меремическое поведение в процессе коммуникации. В научных исследованиях было установлено, что меремы несут на себе определенную коммуникативную нагрузку, помогают устанавливать контакты и поддерживать беседу. Также было выявлено, что в разной степени меремическое поведение и глазодвигательные реакции связаны с эмоциональным состоянием человека. Оказалось, что чрезмерное моргание является свидетельством наличия тревожности и какой-то обеспокоенности. Таким образом, человек как бы пытается оградить себя от действительности и, по мнению некоторых психиатров, их пациенты моргают до 100 раз в минуту, в то время как, в этот месяц, чистота моргания для обычного человека – это от 6 до 10 раз в минуту. Мы можем убедиться в этом сейчас на практике. Девушке, двум женщинам задавался вопрос, о чем жалеешь больше всего. И давайте послушаем их ответы и проанализируем их меремическое поведение. Звука нет, Олесь, побольше звука. Понятно. Секунду тогда. Так, сейчас презентацию видно? Да, видно. Что не уделяло времени людям, которых уже нет. Мы видим, что данный вопрос вызвал у девушки определенные эмоции. Она начала переживать, волноваться. И за 5 секунд она успела моргнуть 10 раз. Нет таких моментов. Я стараюсь не сожалеть. Значит, так должно было быть. Мы видим, что за то же самое время девушка моргнула только 3 раза. И по ней заметно абсолютное спокойствие, нет волнения. И этот вопрос не вызвал каких-то особых трепетных чувств. Иногда определенные движения глаз происходят бессознательно. Например, могут также появляться морщинки, когда человек улыбается. Хотя это может создаваться и намеренно. Например, возьмем так называемый eye flash. Брови быстро поднимаются, а веки остаются слегка приоткрытыми. Миремы акцентируют внимание на определенных словах. Далее мы будем говорить о таких понятиях, как зрительный контакт, обмен взглядами, взаимодействие, фиксация взгляда и траектория движения глаз в зависимости от разных обстоятельств. Фиксация взгляда подразумевает собой то, что один человек смотрит на собеседников в процессе коммуникации. Амин взглядами относится к ситуациям общения, когда коммуниканты смотрят непосредственно друг на друга. Зрительный контакт – это ситуация, когда оба коммуниканта смотрят друг в другу в глаза. И данный процесс имеет цикличный характер, потому что траектория движения глаз повторяется. Могут, например, быть периодические осматривания лица сверху вниз, справа налево, или по так называемому треугольнику, который вы можете видеть сейчас на экране от правого глаза к левому и к рту. Стоит отметить, что если человек будет пристально на что-то смотреть, и не отводить взгляд, то, как правило, создается впечатление отсутствующего взгляда. Само эременническое поведение может быть проанализировано наблюдателями, и движение глаз заметно с расстояния в 3 метра, а смещение его на 1 сантиметр будет заметно с расстояния в 1 метр. Также известны, наверное, многие по себе замечали, что человек не смотрит пристально на своего собеседника в процессе коммуникации, но также он и не отводит взгляд 100% времени. Если говорить о характеристиках эременнического поведения, то наблюдается варьирование благодвигательной реакции в зависимости от особенностей говорящего, темы разговора и внешних факторов. Во время, например, беглой речи, говорящий чаще старается смотреть на слушающего, чем во время речи, которую ему приходится обдумывать. Из-за когнитивной нагрузки и речь говорящего начинает изобиловать паузами, замедляться, и в речи чувствуется неуверенность. Результаты исследований показывают, что люди смотрят друг на друга в процессе коммуникации не более 50% от времени этой коммуникации. И это время, конечно же, варьируется из-за индивидуальных особенностей человека, а также люди чаще склонны смотреть на собеседника, когда они его слушают, нежели когда они будут говорить сами. Выделяются определенные функции зрительного контакта. Адам Кэндон в 1965 году выделил четыре функции зрительного контакта. И первая функция – это регулятивная. То есть ответную реакцию можно вызвать или подавить взглядом. Зрительный контакт появляется тогда, когда человек хочет показать, что канал коммуникации открыт. Например, в ресторане посетитель будет искать зрительного контакта с официантом, чтобы подать сигнал, что он хочет, чтобы ему принесли счет или на него обратили внимание. То же самое происходит, например, в аудитории, что нам многим знакомо, когда преподаватель задает вопрос, ищет зрительного контакта со своими учениками, чтобы услышать ответ, а ученики будут избегать от зрительного контакта, так как не знают ответа на вопрос. Следующая функция – это мониторинговая. Человек смотрит на своего собеседника, чтобы понять, о чем он думает, проверить его внимательность или оценить реакцию на сказанное. Очень обширная и интересная функция – это когнитивная. И говорящие и слушающие склонны избегать зрительного контакта, когда пытаются обдумывать какие-либо сложные высказывания. Например, ответный взгляд, который будет сопровождаться закрыванием глаз, говорит о том, что человек старается обдумать свой ответ. Люди чаще избегают зрительного контакта, когда отвечают на вопросы, связанные со своим личным мнением, общих понятиях, чем в вопросах, относящихся к каким-либо фактам или событиям. Был проведен эксперимент, его участники должны были отвечать на фактические вопросы либо с закрытыми глазами, либо глядя непосредственно на экспериментатора. Ответ был представлен лучше, когда человек говорил с закрытыми глазами. Это позволило исключить внешнее воздействие в процессе когнитивной деятельности. Характер в мыслительных процессах также может влиять на траекторию движения гляда, то есть влево или вправо. Когда человек меняет направление взгляда в определенную сторону, задействуется противоположное полушарие. То есть, например, левое полушарие чаще используется при обработке интеллектуальных и лингвистических задач, и, соответственно, сопровождается взглядом направо. А правое полушарие занимается обработкой условно чувств и эмоций и сопровождается взглядом налево. Можем посмотреть это на конкретном примере. Счастье моих близких и моя 200-процентная самореализация. Сейчас видно, что когда человек говорит о своих чувствах, о своих близких, взгляд у него направлен влево, а когда он начинает производить расчеты, обдумывать, то он сопровождает свою речь взглядом справа. Следующая функция – это экспрессивное. Миримическое поведение свидетельствует о степени и характере эмоционального возбуждения. Анализируя миримическое поведение собеседника, мы, опираясь на наш перцептивный опыт, можем сделать вывод о его эмоциональном состоянии. Например, человек видит слезы в глазах коммуниканта. Тогда он может судить о том, что его собеседник эмоционально возбужден. Но без других каких-либо индикаторов нельзя будет точно определить, являются ли слезы отображением каких-то конкретных эмоциональных и психологических состояний, таких как радость, горечь, физическая боль и так далее. Как было выявлено позже, опущенные глаза и латеральное движение обычно отражают грусть, стыд или волнение. В ходе исследований Пола Экмана были выделены выражения лица, которые отражают шесть примарных эмоций – удивление, страх, отвращение, зло, счастье и грусть. Как раз начнем с удивления. Вы можете видеть на экране. Брови поднимаются и изгибаются, кожа под бровями расправляется, веки также раскрываются, верхняя, соответственно, века поднимается, нижняя опускается, и появляется некий эффект выпущенного глаз. Страх. Брови поднимаются, исходятся, верхняя века открывается и показывается белок глаза, который называется склерой. Нижняя века напрягается и опускается. Отвращение в первую очередь заметно по движению носогубной складки и также по нижнему веку. Появляются линии под нижним веком, века поднимается, но не напрягается. Линии бровей опускаются, как и опускается верхняя века. Злость. Брови опускаются, исходятся между собой, и, как мы видим, появляются вертикальные морщинки. Нижняя века напрягается, оно как может подниматься, так и не двигаться. Взгляд в целом напрягается, он застывает на каком-то объекте, и глаза даже могут иногда казаться немного выпученными. Счастье, как и отвращение, в первую очередь заметно по движению носогубной складки и на нижнем веке. На нижнем веке появляются морщинки, они поднимаются, но не натягиваются. Также от края глаз могут расходиться небольшие морщинки. И грусть. Внутренние уголки бровей подтянуты вверх, а кожа под бровями располагается так, что образует своего рода треугольник. Верхняя века остается приподнятым. Таким образом, на данных примерах мы можем заметить, что зрительный контакт отражает мыслительную активность коммуниканта, выражает его эмоции и определяет или указывает на характер международных отношений. Но эти функции никогда не будут проявляться отдельно. Если человек смотрит на другого по окончании собственного высказывания, этим может не только показать собеседнику, что настала его очередь говорить, но и также таким образом он пытается определить отношения оппонентов к сказанным. Цифровая трансформация образования и пандемия коронавируса привели к возникновению новой культуры общения. И поэтому корректная оценка невербального поведения, в частности Мирем, при выражении эмоций способствует успешной коммуникации. На этом у меня все. Спасибо за внимание.